А Иисус сызново заговорил к ним в притчах. «Царствие небесное можно уподобить тому, как если бы некий царь устраивал брачный пир свой». Во времена Своей земной проповеди Господь наш Иисус Христос неоднократно прибегал к рассказу различных притч. Одной из них является глубокая по своему значению притча о брачном пире. В странном, казалось бы, упоминании о свадебном обряде святые отцы усматривали скрытый сакральный смысл. Так, согласно святителям Иоанну Златоусту и Григорию Двоеслову, притча предсказывает отпадение иудеев и призвание в церковь язычников. Брачный пир символизирует царствие Божие, царь – Бога Отца, сын – Христа, невеста же, о которой напрямую не сказано, но которая подразумевается – церковь. Иного мнения придерживался святитель Григорий Палама, который называл браком соединение Сына Божия с человеческой природой и через нее с нашим естеством. Подобный же взгляд высказывает блаженный феофилакт Болгарский, именуя невестой не только церковь, но и всякую человеческую душу. Других воззрений придерживается Симеон Новый Богослов, согласно которому под невестой сына следует понимать Богородицу, с которой таинственно сочетался Господь, приняв от нее плоть. Проецирует притчу на бытописание человеческого рода святитель Николай Сербский, по словам которого, вся мировая история от изгнания Адама из рая до пришествия Христова есть приготовление душ к брачному пиру Сына Божия. Приход же Христа в мир – есть начало свадебного веселья, и все время от его пришествия до конца времен есть продолжение в мире этой свадьбы. Сравнение Царствия Небесного с брачным пиром представляет собой довольно пространный образ, который включает в себя несколько глубинных идей. Все святые отцы обращают внимание на то, что рабы звали на пир уже людей избранных. Под избранными подразумеваются евреи, которые все время уклонялись от религиозного послушания и враждебно относились к слугам царя. Зваными на распутьях именуются язычники, через апостолов, призванные к истинному Богу. Человек, оказавшийся на пиру не в брачной одежде, тот, кто, будучи просвещен светом истинной веры, не принес добрых плодов в своей жизни, за что изгоняется с пира. Этот момент наиболее любим святыми отцами, которые подчеркивают, что для вхождения в Царство Небесное недостаточно только креститься, а дальше жить как раньше. Необходимо постоянно трудиться над очищением души от страстей. Лишь в подобном случае мы облекаемся в брачную одежду добродетели. Для слушателей Христа той эпохи образ брачного пира, особенно царского, был с одной стороны пафосным и торжественным, а с другой – очень близким и понятным. Еврейская традиция бракосочетания претерпела многочисленные изменения и за много веков обросла различными наслоениями. Однако из книг Ветхого Завета слушателям были известны примеры заключения брака и разных сопряженных с этим традиций и церемоний. Так в 24 главе книги Бытия приводятся указания, даваемые Авраамом своему верному рабу, которых он должен придерживаться в поиске будущей жены для Исаака. Обращает на себя внимание то, что первый из еврейских патриархов приказывает слуге найти супругу для сына и своих родственников, имея в виду в первую очередь схожую с собой духовность. Пространное описание брачной церемонии присутствует и в книге Тавита в 7 и 8 главах. Брачный пир продолжался 14 дней, но основной акцент снова делался не на богатстве угощения, а на духовности брачующихся. Недаром перед первым вступлением в супружеские отношения Тавит исповедует перед Богом, что берет жену себе не для удовлетворения похоти, но для того, чтобы проводить с ней богобоязненную жизнь и состариться вместе. Таким образом, для современников Христа притча о брачном пире изначально не была лишена религиозно-культурного подтекста, который сегодня остается покровенным для людей, не сведущих в Писании. Что же эта притча означает для нас сегодня? Все мы, христиане, по слову архиепископа Аверкия Таушева, являемся призванными на брачный пир. Но кто однажды призван, должен ходить достойно своего звания, чтобы не быть изгнанным в канун всеобщего духовного ликования за то, что не имеет светлых одежд добродетели. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок